Зайдите на сайт кабинет.спбу.ру и зарегистрируйтесь в личном кабинете поступающего, заполнив необходимые поля. После регистрации при входе в личный кабинет появится главная страница, где будет указан порядок действий при подаче документов. В анкете в разделе «Личные данные» необходимо заполнить все поля, отмеченные красной звездочкой. Введите свои персональные данные и нажмите кнопку «Далее». Обратите внимание, если в документе, подтверждающем вашу личность, отчество не указано, заполнять графу отчества не нужно. В разделе «Паспортные данные» необходимо заполнить все обязательные поля. Обратите внимание, что если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то в графе «Тип» следует выбрать иностранный паспорт. Если для въезда на территорию Российской Федерации вам не требуется виза, оставьте поля в разделе «Виза» незаполненными. При наличии действующей визы или вида на жительство в Российской Федерации укажите данную информацию в соответствующих полях. Если вам потребуется виза для въезда в Россию, поставьте галочку «Нужна виза». Обращаем ваше внимание, что для получения визы срок действия паспорта должен истекать не ранее марта 2025 года. В разделе «Контакты» последовательно укажите ваши контактные данные. Система не даст перейти к следующему шагу, кнопка «Далее», пока все обязательные графы не будут заполнены. В разделе «Образование» необходимо ввести данные о последнем месте учебы. Если вы еще не получили документ об образовании требуемого уровня, укажите необходимую информацию об образовательном учреждении, в котором обучаетесь в данный момент. В последнем разделе «Анкеты» вы можете дополнить информацию о себе сведениями о наличии сертификата ТРКИ, об участии в конкурсе, проводимом Россотрудничеством и иными данными. После завершения ввода информации нажмите «Продолжить». После подтверждения корректности данных анкеты вы вернетесь на главную страницу личного кабинета поступающего. Необходимо нажать на кнопку «Подать заявление». В разделе «Заявление» появится возможность подать документы для поступления на обучение по программам высшего образования. Нажмите на кнопку «Создать заявление» напротив того уровня образования, на программах которого вы планируете обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. После выбора уровня образования нажмите на кнопку «Добавить». Выберите тип приема. Вам следует выбрать «Иностранные граждане». Нажмите на кнопку «Добавить». Выберите направление подготовки, образовательную программу и основу обучения. По завершении выбора нажмите кнопку «Добавить». Так выглядит окно после выбора программы. Посредством кнопки «Добавить» можно выбрать еще одну образовательную программу. Обращаем ваше внимание, что при поступлении на госбюджетную основу обучения допустим выбор только трех образовательных программ. После выбора всех интересующих вас образовательных программ нажмите кнопку «Далее», чтобы перейти к разделу «Изменения приоритетов». Здесь вы можете определить приоритетность образовательных программ, перемещая строки с программами вверх-вниз. После нажатия кнопки «Далее» система предложит скачать сформированное заявление. При нажатии кнопки «Скачать» система предупредит, что после окончательного формирования файла внесение изменений в данную версию заявления будет невозможно. Изменить список образовательных программ или их приоритетность в заявлении можно только путем удаления данного заявления и формирования нового. После удаления заявления в разделе «Загрузка документов» во вкладке «Отказы от участия в конкурсе» формируется соответствующий файл. Убедитесь, что корректно заполненное заявление о приеме заверено личной подписью и в электронно-цифровой форме представлено в разделе «Загрузка документов» до окончания сроков приема документов. Со сроками приема документов можно ознакомиться на странице приемной комиссии на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета. После скачивания заявления можно вернуться на главную страницу. Обратите внимание, что функция редактирования анкеты будет недоступна после создания заявления о приеме на образовательную программу. Если вам необходимо исправить данные в анкете, удалите текущее заявление. После редактирования анкеты создайте новое заявление. Убедитесь, что электронно-цифровая копия актуального заявления, заверенного вашей личной подписью, загружена в личный кабинет до окончания сроков приема документов. На главной странице в пункте «Загрузите документы» нажмите кнопку «Загрузить». Так выглядит основное окно в разделе «Загрузка документов». Значки пунктов чек-листа меняются в зависимости от того, загружены документы или нет. Обратите внимание, что загрузка документов в зависимости от их типа осуществляется во вкладках «Общие документы» и «Документы для конкурса в портфолио». Ожидайте результата проверки документов. Статус заявления доступен на главной странице в пункте «Подайте заявление». После загрузки всех необходимых для допуска к участию в конкурсе документов в личный кабинет и проверки их специалистам, на главной странице личного кабинета вам будет доступен уникальный номер абитуриента. После предоставления заявления и необходимых документов через личный кабинет поступающего, ожидайте результатов конкурса документов в портфолио. Если у вас появятся какие-либо дополнительные вопросы по процедуре поступления, пожалуйста, обратитесь к сотрудникам отдела организации приема иностранных граждан СПБГУ по телефону плюс семь восемьсот двенадцать триста шестьдесят три шестьдесят шесть тридцать три или по электронной почте admissionsobaka.spbu.ru Субтитры создавал DimaTorzok